Доверие, которое обходится дорого. Лжемедсестра похитила у волгоградской пенсионерки 23 тысячи рублей, а взамен вручила купюру из банка приколов. Удалось ли полицейским задержать мошенницу и что ей грозит? Подробности криминальной истории в сводке регионального главка МВД. В советском районе полицейские задержали угонщика автомобиля такси. В полицию обратился водитель автомашины, сообщив, что клиент, которого он повез на своей автомашине Кио Рио, неожиданно набросился на него и стал бить, после чего вытолкнул его из машины, сел за руль и скрылся в неизвестном направлении. Автомобиль оперативники обнаружили в соседнем квартале, а вскоре был задержан подозреваемый, 36-летний местный житель. В содеянном он сознался, но объяснить свой поступок не смог. В отношении автоугонщика возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы. В регионе продолжается проведение оперативно-профилактической операции МАК-2022, направленной на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Ежедневно сотрудники полиции совместно с органами местной власти проводят рейды по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений. Так, в ходе очередного рейда в советском районе участковыми уполномоченными полиции был обнаружен участок площадью более 700 квадратных метров. Полицейские уничтожили путем скашивания 620 кустов конопли. Полицейские разыскивают подозреваемую в хищении денежных средств у 78-летней пенсионерки. Неизвестная представилась медсестрой и проникла в квартиру пожилой женщины под предлогом оказания бесплатной услуги, взятия теста на коронавирусную инфекцию и выплаты социального пособия. В качестве выплаты незнакомка передала пенсионерке 5000-ю купюру банка приколов, после чего, забрав сдачу и похитив еще 23 тысячи рублей, скрылась. Полиция региона призывает пожилых волгоградцев быть более бдительными и не впускать в свои домовладения неизвестных лиц, предлагающих различные услуги на дому. Обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщайте в полицию. Редактор субтитров А.Семкин